В Николаеве под обстрелами продолжают работать медики, спасатели, сотрудники коммунальных служб. Герой нашего следующего сюжета – пожарный, который вместе с коллегами ежедневно разбирает завалы разрушенных зданий. Эти кадры облетели весь мир. 29 марта. Николаев. Российская ракета попадает в здание областной госадминистрации. Взрыв услышал весь город. Часть здания падает на глазах. Паника, крики. После удара полностью обрушились верхние этажи конструкции. Было где-то до третьего этажа. И стены, и перегородки рухнули все вниз. Эта дыра, это мы трактором разгребали отсюда. Трактор ковшом разгребал мусор. Игорь – начальник боевого пожарного караула. Тогда на место он прибыл одним из первых. Времени на эмоции не было, как и право на ошибку. Между обломками бетонных плит, разбитыми конструкциями и мебелью он искал уцелевших. Работали мы каждые шесть часов, менялись. Работали дней восемь. Тогда погибло 37 человек. В момент взрыва в администрацию было много сотрудников, потому что рабочий день как раз начался. Большинству удалось выбраться. Те, кто находился на верхних этажах, оказались заблокированы. Вся надежда была на спасателей. Главное, дверь была полностью завалена. Мы могли войти через второе окно. Ракета попала в левую часть. По коридору мы не могли попасть в левую часть. Там кабинеты остались целыми, но там оставались люди. Приехала автолестница. Мы установили ее и с верхних этажей начали эвакуировать людей. Обвал мог произойти в любую секунду. Ликвидация последствий взрыва газа в доме в Новой Одессе. Расчистка завалов, обстрелянной россиянами казармы под Николаевым. Тушение пожаров в домах после попадания российских снарядов. Неполный перечень объектов, на которых работал Игорь. Вот, например, пожар в магазине. Это произошло, когда город остался без воды. Из гидрантов не было возможности заправить цистерну. Из гидрантов не было возможности заправить цистерну. Приходилось ехать несколько километров от места происшествия для заправки воды из реки Янгул. Семь лет назад Игорь начинал обычным пожарным. Теперь в его подчинении 10 человек. С Игорем я пошел бы в разведку. Ему я доверяю на 100% и как начальнику караула, и как офицеру службы гражданской защиты. После тяжелой смены дома в кругу родных Игорь наконец-то может себе позволить немного расслабиться. Но телефон далеко не откладывает. В любую минуту могут вызвать. Как и все нормальные родители переживают за своих детей. Уже Гайкулька говорила, что бывает такое, что звоним, узнаем, что как это он нам звонит. Ну, в общем, вот это вот с 24 числа только на телефонах и сидим. Было, он даже не появлялся двое суток, трое суток. Потому что ребята всегда, ну, менялисься там этими командами, частями. Вот, ну, по очереди. Ну, не будем говорить, конечно, где это было все. Вот, ну, да, трое суток не было. Вот это мы на телефонах все это. А, ну, приедет, позвонит, соберите мне обед. И приехал на пять минут, обед с собой забрал и обратно уехал. Кто-то говорит, герой, а Игорь исправляет обычная работа. Надевает поверх спецодежды бронежилеты и защитную каску и отправляется на дежурство. Продолжение следует...